Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашей встрече. Сегодня мы с вами поговорим про маркетплейсы и обвести наши контактные данные, то есть телефоны, электронную почту, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика ДНС Гардашева Галина, и вы можете, если немного позже обратитесь на наш сайт, вы можете посмотреть нашу встречу в записи и задать какие-то свои вопросы любым удобным для вас способом. То есть мы вам предметно сможем ответить и уже более подробно, чем на вебинаре, потому что у нас уже не лимитировано время для ответа. Итак, программу нашей сегодняшней встречи вы видите на экране. То есть мы поговорим вот о чем. То есть сначала немножко напомним, что такое вообще маркетплейсы и каким образом организовано взаимодействие с маркетплейсами. То есть на самом деле это комиссионная торговля. Мы поговорим про ее особенности, про то, какими документами оформляется эта процедура. Ну и, соответственно, отчетность, которая возникает. В общем, короче, все, что связано с активацией этой функции и оформлением ее в конфигурации 1S ERP. Каким образом будет наше взаимодействие построено сегодня? Мы с вами будем смотреть нормативные материалы на слайдиках и будем переключаться параллельно в демо-базу вот таким образом. Будем переключаться и смотреть уже на практике то, о чем поговорили теоретически. Сейчас мы снова с вами переключаемся на слайдики и немножечко напомним, что такое маркетплейсы, почему сейчас так много про них говорят и чем они похожи или отличаются от обычной торговли. Сейчас мы с вами на слайдике посмотрим немножко, так сказать, теоретической информации. Ну, то есть, во-первых, что такое сами маркетплейсы. Это сейчас очень модное наименование. То есть, это интернет-ресурсы, но обратите внимание, не интернет-магазины. То есть, это интернет-ресурс, который предназначен для дистанционной торговли, для удаленного проведения сделок, либо товаров, либо услуг. И вот здесь начинается небольшая юридическая коллизия. В современном законодательстве нет конкретной расшифровки понятия маркетплейс. Однако, в общем принятом понимании маркетплейс, это электронная торговая площадка, на которой продавцы демонстрируют свои товары, а покупатели, соответственно, выбирают и покупают эти товары. Зато понятие маркетплейс очень хорошо попадает под определение дистанционной торговли, которая достаточно давно дана в российском законодательстве. Она определена в гражданском кодексе. Это 492-я, 497-я статьи. Дальше еще один нормативный акт – это закон о защите прав потребителей, статья 26.1. И правила продажи товаров при дистанционном способе продажи товаров по договору розничной купли-продажи. Здесь, в общем-то, наиболее значимым является словосочетание договор розничной купли-продажи. Ну и, естественно, поскольку эти правила продажи при дистанционном способе датированы, как вы видите, уже достаточно давно, еще в 2020 году, то, соответственно, в нашем законодательстве это не новая тема. То есть отрегулирована она, как вы видите, несколькими документами в 2020 году, и еще разными нормативными актами по комиссионной торговле, потому что по смыслу операции это больше близко к комиссионной торговле. И, естественно, в общем-то, это давно знакомая процедура, только в новой интерпретации, если можно так выразиться. Как я уже говорила, маркетплейс – это не интернет-магазин, поскольку он выполняет роль посредника, и право собственности на товары при этом не переходит к нему, то есть маркетплейсу продаваемые товары не принадлежат, а находятся в собственности конкретных юридических лиц, которые размещают товары с целью их продвижения, то есть рекламы. На самом деле, поскольку интернет-торговля в последнее время широкое распространение получила, то и, соответственно, в общем-то, торговые площадки разрабатывают свое торговое обеспечение, торговые разработки для того, чтобы автоматизировать торговые процессы. На данный момент, собственно говоря, достаточно много разных маркетплейсов предлагают свои разработки, но наиболее известная разработка и та, с которой сотрудничает 1С, это Озон, это Вазбрис, это Шбермаркет и так далее. Мы поговорим немножко о них подробнее попозже, но, к сожалению, все они имеют свои ограничения, и тот, который мы, в общем-то, будем рассматривать немножко подробнее. Это специальная разработка маркетплейса Synchrozone. На самом деле, она достаточно проста, ее удобно устанавливать, она имеет широкий спектр, но не все 1С конфигурации ее поддерживают. Вот так, например, 1С-бухгалтерия не поддерживает некоторые ее функции. Более подробно вы можете посмотреть на сайте 1С-справочник, то есть там достаточно подробно расписано свойства используемых разработок для обмена с маркетплейсами. А мы с вами сейчас поговорим вот о чем. То есть, как вы знаете, маркетплейсы очень быстро развиваются, и не только, допустим, маркетплейсы сами разрабатывают программное обеспечение для облегчения торговли, ну и некоторые банки тоже делают и обзоры, и спечатывают аналитику для того, чтобы помочь сориентироваться. Собственно говоря, информационных материалов достаточно много, но и продавцу, в общем-то, увеличивается количество. И теперь чаще всего становится вопрос, а с чем точно выходить на маркетплейсы? То есть, что точно стоит продавать, на что будет спрос? И, соответственно, такое понятие, как упущенная выручка. Все хотят, чтобы это было как можно более низкая цифра, более высокая категория продаж. Ну, собственно говоря, ситуация такая же, как и в общем в торговле, то есть в первую очередь люди заказывают продукты питания на маркетплейсах, и, в общем-то, это наиболее быстро развивающиеся и быстро реагирующие на изменение спроса. Даже не знаю, как сказать, пласт, наверное, такой, товаров. И, в общем-то, здесь лидируют, наверное, Валдберрис и Озон, потому что всякие соусы, специи, сладости, фасованные продукты очень большое место занимают. О том, что продуктовая группа лидирует, пишут многие обзоры аналитиков, банков и просто некоторые аудиторские компании. При этом пишут, что процент товаров без продаж регулярно снижается, то есть спрос превышает предложение, и, естественно, это привлекает новых и новых участников рынка. Ну, когда предприятие какое-то выходит на маркетплейс, обычно это либо покупатели, либо продавцы среднего звена, то есть крупные игроки, скажем так, достаточно давно проработали этот сегмент и устойчиво в нем находятся, то есть больше всего приток за счет среднего и малого бизнеса. Но на самом деле, когда человек только начал работать на маркетплейсе, работают обычно без каких-то хитрых доработок в программе и так далее, но, естественно, как только спрос увеличивается, возникают причины так называемых авралов. Почему? Потому что во всех случаях приходится дублировать данные, то есть вводить и в личном кабинете продавца, и в 1С, то есть это если мы не используем средства интеграции. Естественно, если мы дублируем данных, то не не избежать ошибок. Соответственно, вы видите на экране минусы, так сказать, обменов, которые существуют сейчас, то есть управление нашей фирмой и розница, то есть наиболее часто используемые конфигурации у некрупных предприятий, они предусматривают интеграцию только с Яндекс.Маркетом и только для одной задачи, то есть сопоставления каталога номенклатуры, то есть других вариантов интеграции в этом случае не предусмотрено. Для конфигурации комплексная ERP управление торговлей 11 версия тоже предусмотрена интеграция с Яндекс.Маркетом, но в этом случае немного больше шире функционал, то есть в этом случае мы можем сопоставлять товары, устанавливать цены и так далее. А вот в бухгалтерии более печальная ситуация, потому что бухгалтерия может загружать отчеты комиссионера, который получает от Валберис и от Озона и собственно больше никаких функций не выполняет. Ну это так сказать мы немножко углубились в теорию и теперь немножко еще один момент обсудим теоретически, то есть поскольку маркетплейсы это посредники, то посредники предлагают несколько вариантов действий, то есть ДБС это по первым буквам Delivery by Seller, то есть в этом случае маркетплейс выступает только как витрина, а вся складская логистика, доставка это уже головная боль самого продавца и соответственно в этом случае продавец должен организовать бесперебойную доставку на склад и после этого доставку со склада либо своим либо наемным транспортом если это межрегиональная допустим поставка то еще и таможенное оформление ну то есть на самом деле в общем-то достаточно много возникает попутных проблем которые должен решать собственных товаров вторая модель это FBS full fulfillment by seller то есть это marketplace представляет витрину и осуществляет доставку товаров в этом случае продавец делегирует так сказать агенту складское хранение сборку самого заказа и передачу собранных заказов уже оператор marketplace и FBO fulfillment by оператор иногда вместо оператора используют название marketplace например озон ватберис и так далее в этом случае наиболее интересный для продавца вариант но естественно и более дорогостоящий потому что за каждый шаг в этом случае выставляется дополнительная стоимость то есть за то что товар доставляется за то что товар хранится за комплектование заказов за организацию доставки поиск транспортных средств в этом случае комфортные условия но гораздо более дорогостоящие наглядный пример разных моделей доставки сейчас мы посмотрим на слайдике вот если можно выразиться модель которые наиболее часто применяются вот таким образом можно проиллюстрировать и в этом отношении очень много поскольку мы говорим об агентских договорах о комиссионных отношениях то максимум в общем-то нагрузки ложится на договор то есть вот сейчас вы видите как у нас происходит документооборот то есть когда что требуется выполнить самому маркетплейсу когда что требуется выполнить продавцу и когда что получит уже потребитель покупатель на самом деле кроме того что документально должно быть все оформлено здесь здесь мы должны вот на что сделать упор то есть все договора естественно которые делаются с покупателями у маркетплейсов довольно хорошо и достаточно хорошо отработаны то есть с теми же крупными маркетплейсами типа озона сбермаркета они уже имеют устоявшуюся форму и изменить какие-то условия достаточно проблематично если только вы представляете для маркетплейса какой-то ну очень большой интерес и соответственно он идет вам навстречу но на самом деле мы будем рассматривать средний вариант когда вы приходите на маркетплейс как обычный рядовой покупатель и соответственно вынуждены оперировать его устоявшимся формами договоров и как это отразить в конфигурации 1С то есть как мы себе можем облегчить жизнь и что требуется сделать значит ну во-первых для того чтобы работать с маркетплейсом нам необходимо активировать эту опцию и в этом случае начинаем мы как обычно с грубых так сказать настроек то есть с раздела НСИ и администрирование сейчас мы посмотрим сначала слайдик а потом переключимся переключимся уже на сам на саму демо базу то есть раздел НСИ и администрирование и настройки интеграции вот у нас здесь таким образом выглядят переключаемся на демо базу и раздел настройка НСИ и администрирование но на самом деле нам сначала нужно проверить раздел продажи настройки раздела продажи и проверить допустим розничные продажи у нас отмечены и какие настройки вы задали при работе при первоначальных настройках почему это обязательно сделать потому что очень часто встречаются ситуации когда при стартовых настройках ну скажем так мягко халтурили то есть пропускали какие-то непонятные поля и не ставили отметки значит в нашем случае требуется чтобы у нас стояла отметка в обязательном порядке розничные продажи и соответственно остальные отметки стояли в соответствии с вашими бизнес процессами заметьте у нас есть оптовые продажи розничные продажи оптовые продажи мы тоже проверяем все и соответственно проверяем все ли у нас здесь отмечено то есть самое основное это при работе с чекбоксами то есть вот этими красивыми зелеными галочками которыми мы отмечаем то что нам надо активировать это внимательно читать вот эти вот комментарии подсказки то есть если вы что-то не знаете посмотрите почитайте примечания и поставьте отметку к этому можно вернуться позже то есть мы отметки можем запустить когда уже будем настраивать конкретный контур но все-таки при первоначальных настройках стоит предусмотреть полеты вкусно чтобы потом не искать а почему же у меня нету такого раздела потому что как только мы ставим отметку по активации какой-то опции у нас в соответствующем разделе продаж например появляются дополнительные блоки отчетов документов ну то есть соответствует соответствует тем что мы активировали ну вот например меню под меню продажи у нас появился продажи через комиссионеров агентов и соответственно здесь у нас есть отчеты счет фактуры отчеты комиссионеров и реализация через комиссионеров и обратите внимание у нас здесь с вами в разделе сервис появился вот такой вот блок продажи на озон и продажи на яндекс маркете как мы с вами уже говорили ERP конфигурация ERP поддерживает вот такие варианты интеграции и еще обратите внимание вот на что у нас и в 2003 году было достаточно много серьезных изменений и в 2024 году продолжилось в общем-то редактирование и до настройка и законодательных актов и конфигурации самой поэтому когда вы начинаете работать с каким видом отчетов документов новых вам необходимо проверить релиз конфигурации проверяем мы его вот по этой пентаграммке и соответственно лишнее значит и соответственно вот эта позиция меню и с точкой в кружке это информация о программе то есть сведения о платформе которая у вас установлена и о самой конфигурации то есть мы с вами сейчас смотрим конфигурацию практически одной из последних 2.5.17 вот ну достаточно допустим если у вас будет стоять 15 она уже содержит в общем-то все новые формы которые у нас есть и регламентированных отчетов и в общем-то новые механизмы алгоритмы которые используются в других разделах и теперь когда мы с вами находимся в меню продажи мы с вами можем перейти напрямую в блок продажи через комиссионеров то есть агенты или использовать возможность рабочее место документы продажи все в этом случае если мы по этой ссылке переходим мы попадаем в общий журнал документов как вы видите он вот так выглядит и соответственно мы можем здесь применять разные виды сортировки выделять какие-то несколько например видов документов или того что мы хотим изменить исправить в общем отредактировать и по кнопочке создать нам в этом случае доступно достаточно большое количество документов сейчас мы поговорим о том какие документы мы можем использовать при комиссионной торговле собственно говоря для этого мы еще вернемся к нашим слайдикам значит это мы с вами уже посмотрели то есть возможности интеграции с озоном и с яндекс маркетом и вернемся к тому что у нас очень многое зависит от договора какой договор мы заключаем с маркетом ну во первых для того чтобы организовать такой возможность такого обмена нам нужно во первых создать склады а во вторых создать покупателя потому что во первых покупатель у нас будет физическое лицо и мы не знаем какое физическое лицо поэтому когда мы заключаем договор на продажу то есть соответственно мы вид договора выбираем с покупателем а контрагента создаем нового с названием физлицо ну или розничный покупатель то есть главное чтобы было понятно что это не какое-то конкретное лицо то есть Иван Иванович Иван Петрович и так далее а какое-то отвлеченное физическое лицо или розничный покупатель значит при работе с маркетплейсами естественно нам нужен склад на который мы будем перемещать товары которые предназначены для маркетплейса и оформлять реализацию с этого склада то есть кроме того что мы создаем контрагента мы с вами должны создать дополнительный склад с понятным названием ну соответственно сейчас мы вернемся к структуре и поговорим подробнее но кроме этого мы должны кроме юрлица и кроме складского помещения мы должны создать такие расходы денежных средств то есть например при получении денег от покупателей при перечислении денег от от маркетплейса предприятию и так далее и вот здесь вы видите памятку то есть создать склад и собственно какие проводки будет сопровождать документ по перемещению товаров на этот склад то есть у нас с вами будет проводка дебет 41 кредит 41 только разные субконта то есть с одного склада на склад маркетплейса возвращаемся с вами обратно в демо базу и и в отношении настройки раздела НСИ и администрирования то есть где мы можем посмотреть или создать новый склад то есть у нас с вами здесь есть справочник организации то есть наши юридические лица и у нас с вами здесь есть структура предприятия и склады и магазины то есть структура предприятия мы можем в структуре предприятия выделить например торговое направление можно кроме торгового направления создать маркетплейс допустим ну вот у меня вот такие варианты в торговом направлении естественно в вашем случае вы настраиваете соответствие с вашими бизнес процессами но значит если мы создали склад допустим склады то в этом случае у нас склады могут быть те которые соответствуют реальности то есть которые есть на самом деле и может быть виртуальные склады которые соответствуют например мега ну соответствуют не реальным складским помещением а назначению то есть соответствие с маркетплейсом например маркетплейс озон маркетплейс вайлберис и так далее и после этого мы еще должны вернуться в склады и магазины здесь мы видим вот такие типы и соответственно у меня розничные склады и здесь магазины торговые точки допустим вот у меня таким образом организовано я задаю параметры моего юридического лица для маркетплейса ну соответственно задаю вид цен и так далее то есть заполняю все поля и заполняю вот эти вот закладочки потому что мне нужно чтобы на моих документах соответственно печатались данные и те которые размещены на этих вкладках на этих вкладках то есть допустим ордерная структура или нет и так далее считаем что мы здесь все настроили то есть у нас созданы и склады и подразделения у организации соответственно соответствующие маркетплейсами и еще один момент хочу показать это в разделе настройки можно в разделе настройки можно в разделе продажи уже по ходу создания документов создать контрагента собственно говоря соответствующего нашему физическому лицу или розничному покупателю так теперь снова вернемся к нашим слайдикам и вот такой слайдик мы с вами уже посмотрели что у нас доступно по кнопочке создать подраздели продажи по кнопочке создать доступен большой перечень документов и собственно передачу на комиссию в маркетплейс мы создаем документом передачи товаров смотрим как это будет в натуре у нас выглядеть меню продажи документы продажи все и здесь у нас передача товаров открываем какие у нас варианты и соответственно есть передача товара на комиссию и передача на ответственное хранение нас интересует допустим передача на комиссию и в этом случае мы заполняем шапку может быть передача по заказу может не быть то есть выбираем нашу организацию ну допустим вот я выберу так выбираем вид договора если у нас его нету то мы через создать создаем документ напомню что документов у нас не один по умолчанию ставится цель договора передача на комиссию а практически я могу выбрать вот любую подходящую мне цель то есть в соответствии с тем что на самом деле мне требуется но повторяю что здесь я заполняю все имеющиеся поля особенно те которые имеют красное подчеркивание потому что такие поля обязательно к заполнению программа не даст вам закрыть диалоговое окно если у вас остались такие поля с подчеркиванием красным не заполненными еще обратите внимание вот на такое окошечко то есть соответственно версия 2.0 или 2.5 у нас уже достаточно давно версия 2.0 не используется но тем не менее у вас может быть старые конфигурации которые сильно доработаны например и которые вам нецелесообразно обновлять то есть если вы работаете в новых конфигурациях то вы выставляете 2.5 то есть мы с вами смотрели что у нас с вами конфигурация 2.5 .17 то есть соответственно нам нужно в этом случае выбирать версия 2.5 ну и соответственно остальная информация по сторонам договора тоже заполняется в этом же режиме нет не будем мы сохранять данные так мы значит с вами сейчас перейдем к другим интересным особенностям снова вернемся к нашим слайдикам то есть вот мы с вами посмотрели что у нас передача на склад супер на склад маркетплейса оформляется документом передача на комиссию но здесь обратите внимание то есть зависит от требований учетной политики какие у вас установлены то есть на самом деле передача товаров маркетплейса может отражаться на счете 45 то есть товары в пути либо на счете 41 то есть ну какой-либо субсчет и в зависимости от того на каком счете у вас учитываются товары маркетплейса то есть либо 45 либо 41 соответственно будут иметь некоторые различия в учете сейчас мы перейдем вот таким образом то есть соответственно момент когда у нас определяется выручка будет зависеть от момента когда когда мы оформляем то есть считаем что товар реализован то есть например в момент реализация происходит в момент отгрузки экспедитору то есть передачи на доставку либо в момент когда доставка уже осуществлена и производится передача конечному покупателю это опять же зависит от вида договоров который мы заключили нашим контрагентом маркетплейсом вернемся вот сюда соответственно от зависимости от того какие услуги он нам оказывает мы в тот момент и оформляем момент реализации возвращаемся обратно вот таким образом то есть момент реализации товара каким конкретно документом то есть видите на слайдике здесь отмечено что реализация товаров у нас может быть реализация товара в пути реализация через комиссионера то есть в зависимости от того какой договор у нас здесь составлен сейчас на следующем слайдике мы с вами посмотрим какие моменты признания выручки у нас в этом случае используются ну например Яндекс Маркет то есть в этом случае мы делаем отражение товара в пути то есть через 45 счет и проводки по документу у нас будут вот такие если например при получении покупателем признается реализация то проводки будут уже вот немножечко другие ну и соответственно если не выкупленные товары у нас с вами остались то такие товары подлежат возврату через определенный срок срок возврата у нас оговаривается обычно в договоре и по товарам которые в течение оговоренного срока не реализованы оформляется документ возврата то есть по возвращенным товарам мы признаем этот возврат и принимаем его обратно ну вот вы видите здесь у нас данные которые касаются Яндекс Маркета то есть отражение при разных условиях договора и при разных конфигурациях как вы видите отражение в 1С у нас может быть документом реализация в пути и у этого документа соответственно могут быть разные статусы ну если у нас реализовано по документу то соответственно все реализации попадут в отчет комиссионера еще один момент у нас стоит обсудить это вот использование вот таких документов то есть мы с вами использовали подраздел продажи и здесь у нас есть еще отчеты комиссионера счет фактуры и напомню что счет фактуры мы оформляем на услуги в основном это услуги нашего контрагента то есть это по отчетам комиссионера соответственно если выставлен счет за его услуги его услуги могут быть это услуги продвижения услуги таможенной очистки услуги доставки ну то есть в соответствии с типом с макетом договора которые мы используем снова возвращаемся в наш демо блок значит мы с вами работаем с меню продажи и сейчас мы с вами были вот в этом разделе то есть смотрели продажи через комиссионеров и основной документ который мы получаем при работе с маркетплейсами это отчет комиссионера ну например в Алкберис маркетплейс в Алкберис присылает отчет еженедельно то есть раз в неделю приходит отчет комиссионеров который содержит перечень реализованных товаров и услуги которые соответственно выставил вам комиссионер то есть например за продвижение за рекламные акции за организацию доставки и так далее то есть у нас вот с вами какие проводки возникают по отчету комиссионера ну то есть видите вот сам документ отчет комиссионера само комиссионное вознаграждение маркетплейсу то есть его конкретная работа и уже движение товаров с 45 на продажу на 90 90 90 90 01 90 02 и 90 03 это у нас НДС соответственно услуги которые нам оказывал комиссионер у нас списываются на 44 счет если это розничная торговля у нас то списывается комиссионное вознаграждение сейчас мы вот так посмотрим то есть отчеты комиссионеров это у нас отдельный журнал и здесь вы видите сам документ если у нас не по проводкам смотреть а по документу имеет несколько закладок то есть во-первых шапка соответственно за какой период какая наша организация наше юрлицо сведения про подробности договора и оплачено не оплачено закладочка товара показывает что было конкретно продано и расчет комиссионного вознаграждения вот здесь обратите внимание способ расчета комиссионного вознаграждения если правильно у вас настроен договор то вот здесь вот сумму расчета мы можем ввести ну например каким образом рассчитывается и ну либо процентом либо еще как-то но мы задаем условия расчета если по какой-то причине вам не удалось установить параметры расчета то доступна вот такая произвольная сумма то есть независимо от условий мы ставим произвольную сумму и тупо вбиваем цифру которая указана в расчете надеясь на то что маркетплейс вас не надурил и соответственно принимаем сумму которую он вам выставил к учету а если же все настроено правильно то например мы задаем в процентах и вот проценты указываем какие проценты как рассчитывается вознаграждение ну и естественно статья расходов как мы говорили мы задаем ее через НСИ и администрирование когда заполняем справочник статьи доходов и статьи расходов то есть настроено это по умолчанию или нет сейчас я вернусь в настройки НСИ и администрирование значит если мы с вами заполнили статьи доходов и статьи расходов то у нас прошу прощения не смогу так быстро показать собственно говоря статьи доходов и статьи расходов вот так вот мы посмотрим если они заполнены правильно заполнены по умолчанию то у нас будет в общем списке это комиссионное вознаграждение без точечки если мы настраивали уже самостоятельно то будет без точки если это было по умолчанию то у нас будет точка и тире и соответственно каким образом мы будем квалифицировать расходы и доходы то есть расходы возникают в процессе чего и тип аналитики обратите внимание если я поставлю вот здесь вот отметку чекбокс то у меня при проведении документа будет проверяться аналитика и соответственно в этом случае я должна вот здесь проставить отметку какая аналитика у меня должна быть заполнена естественно это лучше всего делать всегда ну то есть независимо от того кто у вас грамотный сотрудник работает или вы не знаете кто будет работать на этом блоке но проставлять сведения которые вам нужны стоит всегда на закладочке бухгалтерский учет мы задаем ГФУ то есть соответственно мы можем задать одинаковые показатели для управленческого бухгалтерского и налогового учета можем создать только например для управленческого учета только например для бухгалтерского учета ну то есть вариации которые согласно нашей учетной политике соответствует так не будем мы сохранять это дальше ну на закладочке дополнительно если опять же в отношении договора вы все заполнили правильно ГФУ заполнили правильно то вот эти вот поля заполняются автоматически если вы что-то не заполнили то есть например я халтурила совсем конкретно при заполнении многих справочников поэтому у меня видите ГФУ не высветилось например направление деятельности то есть я могу конечно это заполнить и вернуться торговая деятельность там заполнить недостающую информацию но это показатель моей добросовестности показатель того что я при заполнении общих сведений ну в общем-то халтурила так значит это мы с вами вернулись в отчеты комиссионеров и закладочка комиссионеры мы можем выбрать по какому-то конкретному обратите внимание то есть мы можем выбрать по закладочке комиссионеры в этом случае я выбираю свою организацию и кто мне является комиссионером и мы можем просто отфильтровать например вот таким образом я ставлю курсор на то наименование контрагента которое мне нужно и нажимаю на серое поле у меня в этом случае срабатывает отбор и сортируются комиссионеры по по наименованиям так мы сейчас снова с вами возвращаемся к нашим слайдикам и значит здесь мы с вами смотрели какой момент является моментом реализации то есть признанием выручки а вот здесь мне хочется вам показать то есть что конкретно мы получаем от определенных маркетов ну то есть вот например яндекс маркет нам присылает обычно отчет о продажах отчет комиссионера ну и если вам оказаны были другие услуги например таможенная очистка или доставка ну соответственно высылают вам дополнительно дополнительно акты по этим услугам и собственно говоря отчет отчет комиссионера в этом случае мы рассматриваем можем рассматривать как акты сверки то есть мы практически по ним можем оформлять дополнительные документы ну соответственно поступление денежных средств у нас проходит по выписке то есть банковская выписка при загрузке у нас если мы через 76 счет работаем то соответственно загрузится через 76 счет если у нас возникают какие-то корректировки то мы выполняем корректировку задолженности и перенос долга между контрагентами значит соответственно опять переходим сюда значит у нас финансовый учет это финансовые инструменты и здесь у нас вот так извините не показала значит при расчетах через банк у нас безналичные платежи это рабочее место по работе с банком то есть соответственно мы с вами загружаем выписки из банка и соответственно если я поставлю здесь все отметочки то у меня по всем банкам будет загрузка выписок если конкретный какой-то ну чаще всего с маркетплейсами работает какой-то один банк в этом случае я выбираю именно этот банк и загрузку файла ну я выберу вот так все загрузить у меня не на все выгрузки настроен обмен но тем не менее значит после того как я настроила загрузку выписок у меня вот видите отразилось по двум банкам у меня снялись отмечки у меня не настроено не настроено обмены и обратите внимание вот на такую ссылку на сервис это сервис директ банк сервис очень интересный он позволяет напрямую обмениваться с банком то есть напомню когда мы с вами работаем с какими-то банками у нас обмен происходит таким образом мы выгружаем в банк который выгружаем файлик который называется клиент ту 1с это у нас клиент банк в 1с и соответственно если наоборот то 1с ту клиент банк и в этом случае мы выгружаем файлик текстовый с таким наименованием и загружаем соответственно банковскую выписку которая тоже имеет такое же название загружаем ее в вот это рабочее место и после этого мы уже можем посмотреть какие документы у нас были и какие выписки а что такое директ банк вот по этой ссылочке можно посмотреть более подробно но это практически минуя выгрузку через вот этот сторонний файлик мы напрямую подключаемся к сервису 1с банк и в этом случае повышается скорость повышается безопасность количество ошибок и так далее на самом деле для нас в этом случае ценно одно единственное если можно так сказать что во-первых можно включать обмен сколько угодно то есть мне не надо делать промежуточных операций то есть не надо выгружать промежуточный файлик потом загружать его либо в клиент банк либо в DNS то есть я быстрее могу оперировать и соответственно посылать если у меня например я все платежи послала а потом вдруг принесли два платежика которые шеф сказал немедленно оплатить то есть я могу просто быстрее проводить банковские операции и кроме этого значит еще то есть то что с клиент банком я могу выбирать на какие лицевые счета мне загружать банки ну то есть у меня вот это рабочее место позволяет мне отслеживать с ошибками без ошибок проведенные которые программа автоматически провела при загрузке которые здесь во что-то уперлись то есть например какие-то были ошибки это работа с клиент банком и когда мы работаем с клиент банком по маркетплейсу то есть мы соответственно должны контролировать каким образом происходит зачисление денежных средств и зачисление какое-либо зареализованный товар либо за услуги маркетплейса и когда мы находимся с вами вот в этом рабочем месте безналичные платежи здесь есть великолепный отчет который очень хорошо помогает сориентироваться то еще я загрузила или не все это сверх банковских выписок то есть когда я загрузила клиент банк например и уже провела документы я могу вывести вот такой отчет где отражается то что я провела по выписке то есть проведенные в 1С документы по разным банковским счетам какие существуют документы и они сравниваются с файликом который я получила от клиент банка то есть возможно я что-то упустила из виду то есть например у меня не провелся какой-то документ а я это пропустила или наоборот задублировался то в этом случае у меня будет конечно расхождение между между самой выпиской полученной из клиент банка и моими документами которые я провела в программе 1С ERP банковские выписки то есть это позволяет поймать ошибки на начальной стадии еще раз с вами вернемся к слайдикам так подвинемся вот значит и здесь я хотела вот что вам отразить показать значит когда мы с вами оформляем документы на сами продажи мы с вами переходим ну опять в рабочее место документы продажи все сейчас я вот в них перейду продажи продажи документы продажи все и собственно говоря через кнопочку создать что я хотела показать я хотела показать что документы возвратов допустим вот возврат товаров от клиента то есть когда у меня происходит возврат я получаю отчет комиссионера в котором он считает что мне возвращается такое-то количество товаров в этом случае мы используем документ возврат если бы от клиента то есть например клиент вернул на marketplace вернул уже вам то есть в этом случае мы можем использовать документы которые вы здесь видите возврат от комиссионера 2.0 мы практически не используем а возврат через комиссионера 2.5 это как раз наш вариант если у нас ERP 2.5 напомню что 2.5 практически уже наверное года полтора как используется ну единственное то есть 2.0 уже сняты с поддержки таким образом в общем-то мы пришли к тому что повторюсь для того чтобы организовать работу с marketplace нам во-первых надо предпринять достаточно много административных действий то есть заключение договоров настройка интеграции значит здесь у нас есть вот такая возможность настройка интеграции продажа на озон и соответственно либо озон либо яндекс маркет если я перехожу ну например яндекс маркет то у меня я должна сначала запросить в яндексе авторизацию ну и создать себе рабочее место личный кабинет если у меня вот так если у меня озон то соответственно у меня сразу диалоговое окно которое я должна заполнить как вы видите все эти поля с красным подчеркиванием то есть обязательные к заполнению и собственно для того чтобы работать с этой площадкой с этим маркетплейсом я должна настроить интеграцию уже с озоном и соответственно получить клиентский идентификатор то есть соответственно это тоже административные действия и здесь у меня обратите внимание то есть после того как я заполню вот эти сведения здесь у меня собраны документы которые мне необходимы для работы с этой торговой площадкой ну то есть я могу работать через это рабочее место а могу работать через меню продажи вот общий журнал документов как мы с вами посмотрели в течение нашей сегодняшней встречи ну и естественно надо обязательно обращать внимание на то какой договор вы составляете какие услуги берет на себя ваш партнер и в общем-то при комиссионной торговле нужно следить за тем чтобы ну в общем-то это давнишняя проблема которая сейчас выходит очень на первый план скажем так то есть сейчас как вы знаете приняты законодательные акты по поводу дробления бизнеса и значит налоговое амнистие предлагает добровольно отказаться от дробления бизнеса то есть надо следить чтобы договора у вас были все оформлены если например вы работаете с крупными маркетплейсами типа озон сбермаркет и так далее то в этом случае такое скажем так обвинение в дроблении бизнеса вам не скорее всего не поступит а вот если это работа со своими юридическими лицами то вам нужно очень внимательно относиться к договорам то есть чтобы все договора были составлены в соответствии с требованиями подписаны заверены печатью чтобы даты все соответствовали началу операции когда пошли ваши обороты чтобы вам не могли предъявить обвинения в том что вы используете дробление бизнеса потому что чтобы не превышены были например лимиты по упрощенке или еще какие-нибудь аналогичные налоговые претензии на этом мы сейчас к сожалению наше время уже мы немножко даже перебрали но мне хотелось бы остановиться еще на одном моменте и сказать вам что обратить точнее ваше внимание что у нас в 1С ЕРП ну и в других конфигурациях сейчас существует много кабинетов и то есть личных кабинетов и я хотела остановиться на двух из них то есть как вы видите у нас регламентированный учет подраздел единый налоговый счет есть личный кабинет по ЕНС изначально он был предусмотрен только для индивидуальных предпринимателей сейчас у нас этот личный кабинет и для предпринимателей и для юридических лиц например я вот выбираю свое лицо которое меня интересует например и у меня появляется вот такая ссылка то есть 1С отчетность это у нас не только название блока который мы видим в рекламентированном учете вот он 1С отчетность но это и название сервиса собственно говоря с личными кабинетами сейчас работают все предприятия поэтому сам сервис личный кабинет очень удобный но для того чтобы вы могли им воспользоваться вам необходимо установить сервис 1С отчетность собственно если мы переходим вот например в список регламентированных отчетов у нас возникает вот такой рекламный баннер что такое 1С отчетность 1С отчетность по ссылочке можно перейти внимательно про нее прочитать но на самом деле это вот с такими фискальными организациями вы можете установить прямой обмен с сайтами и соответственно миновать оператора ТКС при пересылке документов и работать напрямую например с сервисом налоговой инспекции социального фонда то есть это очень важно когда вы подаете какие-то отчеты которые имеют короткий срок подачи ну например по кадровым мероприятиям для военкоматов и так далее в этом случае конечно срок например на следующий день позволяет работать гораздо быстрее с ними и плюс этот сервис 1С отчетность позволяет вам подключить личный кабинет по ЕНС личный кабинет по ЕНС и личные кабинеты которые перечислены в блоке 1С отчетность вот у нас личный кабинет и печень то есть кабинет который позволяет посмотреть свои взаимоотношения с налоговыми органами например получение справок актов и так далее личный кабинет СФР социальный фонд России то есть вот этот кабинет позволяет посмотреть тоже результаты актов например начисление пеней и так далее а вот этот который чаще всего используется скажем так в повседневной практике это личный кабинет электронных листков нетрудоспособности ну и соответственно всех социальных пособий выплат и так далее то есть он позволяет посмотреть состояние листков нетрудоспособности если поступили какие-то запросы от фонда о предоставлении дополнительной информации и так далее и еще личный кабинет статистики вот по статистике хочу обратить ваше внимание мы на каждом практически в минаре про это говорим то есть статистика очень много выпустила и в прошлом году и в этом году отчетов которые дополнительно предприятия должны подавать если попали в выборку то есть соответственно ваша задача перейти в личный кабинет по статистике и по своему ИНН посмотреть не попали ли вы в какую-то выборку и может быть уже есть какие-то отчеты которые вы должны сдавать хотя раньше например не сдавали отчетов на самом деле очень много и большинство отчетов касается персонала фонда оплаты труда условий труда ну то есть соответственно касательно начисления зарплаты и налогов и взносов и почему это важно потому что практически последние два года налоговая имеет так сказать свои штрафы а статистика стала предъявлять штрафные санкции уже практически реальные достаточно высокие то есть за нарушение сроков отчетности или не сдачи отчетности на первый случай правонарушения штрафные санкции составляют до 70 тысяч а при повторном правонарушении до 150 тысяч ну вот собственно все что я успеваю вам сказать мы возвращаемся с вами к нашим слайдикам и я хочу обратиться к первому нашему слайдику так сказать титульному листу чтобы напомнить вам наши контактные данные то есть электронная почта телефоны телеграм контакты и адрес нашего сайта и хочу поблагодарить вас за внимание и пригласить к сотрудничеству мы будем очень рады ответить на любые ваши вопросы выполнить любые работы мы выполняем весь спектр работы услуг по сопровождению программы ДНС и настройку и доработку и продажу ну то есть любые услуги касательно ДНС и программного обеспечения мы будем очень рады оказаться вам полезными и еще раз благодарим вас за проявленное внимание и уделенное нам время на этом разрешите пожелать вам хорошего дня всего доброго до сих пор